Где и как Вы получаете сырье для производства своей продукции? Сейчас на местном рынке сырья достаточно, очень качественное сырье. Закупается лопаточная часть, это свинина, шпих. Закупается куриная продукция. Сейчас насыщен рынок сырьем. Объемы производства? Объемы производства сейчас у нас небольшие по сравнению с довоенными периодом. 10 тонн в неделю. Планируется ли расширение ассортимента продукции и выход на более высокие показатели по производству? Да, конечно, мы планируем и мы готовы, потому что вообще рабочая мощность у нас 50 тонн в день. Мы можем спокойно выпускать продукции. И, конечно, планируем расширение нашего рынка сбыта. Вы работаете только по Горловке или по другим городам республики тоже? Мы работаем по всей территории ДНР. Крупные города, это как Горловка, Макеевка, Енакиево, Донецк, Новоазовск. Владимир Владимирович, как мы видим, у Вас очень богатый ряд продукций. Расскажите, пожалуйста, об ассортименте. Что Вы выпускаете? Вы выпускаем, как традиционные колбасы, это вареные, докторская, любительская. Выпускаем также полукопченые. Это сервелат, краков, болтава, болтавская. Выпускаем сырокопченые колбасы, янтарная, свиная. Куриную продукцию выпускаем. Это идет рулет куриный, зельц, крылышки копченые, полутушки копченые. Что пользуется наибольшей популярностью среди покупателей? Наша продукция всегда пользовалась популярностью. У нас также есть и группа социального продукта, где маржинальность нашего предприятия минимальная или вообще не присутствует. Но отпускная цена очень интересная. От 110 рублей, это вареная колбаса, минская, обрезкая, сельская. Скажите, пожалуйста, почему Вы приняли такое решение поучаствовать в социальном проекте горловский продукт с любовью и пониманием, с заботой и пониманием? В первую очередь это интересно нашим горожанам, чтобы покупать продукцию с минимальной наценкой. Ну и, соответственно, популяризация нашей торговой марки.